здравствуйте дорогие друзья коллеги просто участники вебинара кто только первый раз присоединился к нашим виртуальным комнатам напишите пожалуйста как меня видно как слышно всех приветствую потому что достаточно давно мы с вами не виделись был небольшой пробел в вебинарах но он был по уважительной причине могу сказать более чем уважительной причине сегодня я хотел бы построить свой вебинар в первую очередь на том что я расскажу что действительно интересного и актуального произошло за эти недели потому что у нас эти недели прошли гипер эффективно я могу сказать и в первую очередь я хотел бы поведать вам о поездке моей поездки поездки кристиана в африку и вообще как бы рассказать те идеи те концепции которые родились там и собственно анатолий эдуардович тоже резко изменил курс стратегии skyway capital что я лично абсолютно поддерживаю и сегодня также на своем примере я расскажу в чем я ошибался пять лет назад кстати коллеги партнеры пожалуйста скажите кто скучал по анонсу я намеренно не не делал в этот раз предварительный анонс и рассылка была от ну буквально я думаю что за несколько дней до вебинара так коллеги напишите пожалуйста как по звуку потому что по звуку все должно быть хорошо но анонс с одной стороны это хорошее дело но с другой стороны те люди которые только-только будут присоединяться и к проекту и к нашей вебинарной комнате мы будем тестировать и мы будем смотреть нужен анонс или нет потому что в любом случае вы же понимаете не каждую неделю у нас идут вебинары и мы стараемся собрать все максимально интересное мы это я алексей сходов член общего управления skyway капитал и владимир маслов который выступает в другой день и имеет несколько другое видение и стратегию подачи информации вот на этом слайде увидите основную причину почему мы поехали в африку и почему африканцы уже просто жизни себе не могут представить без проекта skyway я могу сказать что они действительно как 300 спартанцев супер агрессивных условиях без подготовленной железобетонной юридической финансовой базы без какой-либо созданной компании в африке непосредственно мы сейчас говорим про нигерию но действуя в легальном поле но я могу сказать что это наверное одна пятидесятая от того как можно развивать бизнес skyway капитал в африке уже приносят очень серьезный результат и очень серьезный поток потому что они живут в этом транспортном коллапсе и по ней каждый день это видят я тоже ощутил это на себе и мой стиль жизни несколько поменялся когда ты не можешь приехать на встречу так как находишься в пробках поэтому у них и продажи осуществляется буквально на дороге можно купить жвачку молоко йогурт все что хотите я думаю что если очень захочется приобрести какую-то бытовую технику и заранее об этом договориться то через день вас будет ждать прекрасный холодильник и главное чтобы он поместился ваш автомобиль естественно эта шутка но в каждой каждой шутке есть доля правды и ранее вся торговля осуществлялась на дороге что касается нигерии непосредственно замечательного города лагас больше 12 миллионов человек проживает в этом городе и это не столица нигерии то есть абуджа менее загружена чуть чуть менее загружена по транспорту но я могу сказать что африканцы максимально остро чувствуют проблемы которые мы доносим рассказывая о нашем проекте и ранее вы помните что начинали в первую очередь россияне потом курс перенесся на европу уже и на самом деле если бы курс не перенесся на европу то я не знаю какие были бы последствия если не появилась команда наших бравых словаков это вся страна чуть больше чем 12 миллионов человек и на тот момент они сформировали достаточно приемлемый необходимый объем инвестиций и мы не можем ждать что кто-то допустим будет просыпаться раскачиваться в регионах мы как skyway capital я имею ввиду так как наша задача и и наша святая обязанность это максимально в срок и с растущим потенциалом с растущим объемом обеспечивать инвестиции для головной компании и анатолий эдуардович действует по стратегии и это такая стратегия не от хорошей жизни стратегия квилибриста стратегия канатоходца более 40 лет он идет по этому канату и он всегда натянут и антолий эдуардович рискует больше всех с нами из вас и естественно есть огромное количество людей которые наблюдают земли как антолий эдуардович между двумя высокими очень зданиями идет по этому канату уже более 40 лет много людей думает что вот-вот сейчас канатоходец сорвется и много зевак это инвестиционные зеваки я хотел бы ввести такой термин и среди них и тролли среди них и люди которые просто занимаются имитацией бурной деятельности об имитации бурной деятельности которой все мы с вами занимались и многие из вас даже занимаются потому что я начал просматривать свой сверх загруженный skype и обнаружил очень много сообщений по одной похожей теме и тема это будет раз она всегда сейчас пресечена потому что так пришел генеральный конструктор и мы как члены правления абсолютно поддерживаем этот курс но об этом чуть чуть попозже я не могу не отметить в африке огромные пробки я никогда в жизни не видел такие пробки из фур на такие пробки из грузовых автомобилей и наше решение юниконтов наше решение юнитраков здесь просто жизненно необходимо и поэтому многие люди инвестируют средний чек вначале думал примерно на 1000 долларов потом я понял что это две три а то и 5000 долларов инвестируют люди из достаточно бедной страны казалось бы но показывающий огромный потенциал в спасении своей страны в реализации в будущей реализации этой технологии причем мы открыто заявляли что проект skyway технология skyway будет реализована в вашей стране скорее всего через пять лет через шесть лет потому что сейчас максимальный курс идет на на ближний восток на арабские эмираты непосредственно на дубае на шаржу на саудовскую аравию потом это будет египет и я задавал вопрос нашим стратегическим партнером с ними есть связь в мессенджерах когда можно будет охватить африку на по адресным проектам ответ был не сейчас потому что все охватить на сегодняшний день друзья абсолютно невозможно у нас ограниченные человеческие ресурсы хотя уже к восьми сотням близится количество рабочего персонала в зао струнные технологии у нас ограниченные производственные площадки но несмотря на это строится огромные новые площади которые будут сданы к августу и они будут сданы потому что здесь мы действуем в логике того что сами ищем подрядчиков сами договариваемся по поводу тех исполнителей по поводу тех компаний организации которые будут нам помогать в создании строительстве новых производственных площадей нет никаких затормаживаний потому что это абсолютно понятный и естественный простой для нас процесс что касается республики беларусь то здесь я слава богу в строительстве новых тестовых участков новых трасс на нашем экотехнопарке процесс абсолютно отлажен и он буквально летит с огромной скоростью и все это сейчас когда видят наши африканские коллеги они сразу начинают инвестировать потому что они видят в этом спасение на следующих вебинарах я буду обязательно останавливаться более глубоко на той теме что возможно нам осталось и не сто лет каких-то либо там кто-то думает 200 500 лет до прохождения точки невозврата анатолий эдуардович говорит что точка невозврата уже скорее всего пройдена и мы это видим по изменению климата таянию ледников и не на этом вебинаре но обязательно я буду останавливаться на проблеме экологии проблеме изменения климата но факты согласят о том что уже до прохождения критической точки нам осталось возможно даже не 50 лет а даже 12 лет и я сброшу вам чуть попозже статью кто подписан на меня в контакте тот подслеживает все новости которые публикую потому что я часто не отвечаю по роду занятости и сильной загруженности на комментарии прошу меня извинить потому что я считаю что отвечать должен сам никакие не помощники но всю информацию которую я сбрасываю я считаю очень нужной и важной почитайте пожалуйста вот эту статью и в первую очередь это относится к тем странам кому кажется что вдруг их это не коснется потому что это коснется абсолютно каждого это я могу назвать такой концепции когда человек либо государство либо в данном случае мы говорим о всем человечестве планете ощущает себя абсолютно здоровым и не замечает как на самом деле недуг уже проникает а когда будет поставлен диагноз что осталось столько-то столько-то времени поверьте мне на слово все люди на планете земля сразу вдруг найдут по определенной сумме для того чтобы только построить то технологическое решение который который анатолий эдуардович уже продвигает больше 40 лет и все началось естественно с моей любимой темы это spaceway и сегодняшнее название это spaceway а ранее это называлось как общепланетное транспортное средство это действительно та веха тот апогей которым сейчас можно сказать заканчивается в каком-то плане стратегия и это главный ответ на вопрос а чем же мы будем заниматься уже после 15 этапа потому что многие люди задают вопрос а стоит ли вообще выстраивать крупно системный международный бизнес я вам задам встречный вопрос посмотрите на нигерийцев посмотрите на этих замечательных просто супер эффективных и рвущихся к прогрессу рвущихся тому чтобы изменить свою жизнь африканцев кристиан здесь представляет систему дубликации на самом деле тут у нас негласно пока что рождается концепция понятия как посол skyway капитал амбассадор skyway капитал и возможно я не исключаю того факта теоретически потенциально как я люблю говорить Кристиану предстоит остаться в Африке на определенное время потому что многие наши партнеры бизнес партнеры также мы по крипто направлению успели познакомиться потому что огромное количество связей я устанавливал перед тем как было ощущение что мы будем выходить уже вот-вот на рынок и я познакомил с нашими африканскими крипто коллегами и собственно это на уровне РБК мани только на африканском континенте скорее всего они также нам будут помогать по ускорению и максимальной оптимизации отладки финансовых решений для африканского континента потому что я вижу увеличение инвестиций только в Нигерии минимум в пять раз по сравнению с тем что сейчас происходит естественно цифры никакие я не собираюсь давать на вебинаре но сейчас они привлекают инвестиции на уровне России я не побоюсь этого слова то есть мы с вами несколько отстаем и у нас возможно несколько сместился фокус на то что нам проще делать и на то что наша логика подсказывает нам делать и так я хотел бы вам рассказать одну историю то есть фоном смотрите вот на замечательные фотографии потому что у нас были наполненные залы в этот раз мы провели эксперимент и вход на наши мероприятия на нашей конференции был платным как минимум 10-20 долларов а то и больше конференция прошла по трем городам я был в Лагосе потом мне незамедлительно было необходимо уехать уже на рабочую встречу с Анатолием Эдуардовичем и другими членами правления в Минск об этом я тоже сегодня поведаю ну а Кристиан продолжил свой бравый поход по городам Африки он отправился далее в Абуджу он отправился далее в Порт Акур и там провелись не менее серьезные конференции в этот раз так как вход был не бесплатный у нас не ломился зал от тысяч людей но мы будем пользоваться наверное стратегией фильтра то есть следующую конференцию мы сделаем максимальную рекламу по эффективному рабочему способу это радио и бесплатный вход на самом деле это менталитет африканцев потому что многие чиновники многие весьма небедные нигерийцы спрашивали а почему вход должен быть платным у них видение если вход платный то чуть ли не массаж и какие-то явства дорогие напитки должны предоставляться то есть у нас будет от конференции конференции на африканском континенте непосредственно в Нигерии и это будет давать результат фильтра отсева в начале будет тысяча человек следующая конференция как минимум тысяча человек далее 350-250 но это уже те люди которые за несколько месяцев себе минимум ставят цель топ эксперта то есть это максимальный статус они минимум себе такую цель ставят максимум это помочь другим своим партнерам уже стать топ экспертом они очень быстро вкусили и поняли нашу систему дубликации кстати поставьте плюсики пожалуйста кто уже нашел в своих личных кабинетах систему дубликации так как она переведена и на русский язык также и франтишек солар в москве замечательно нам ее преподнес преподал юрий также рассказал как выстраивать систему презентации не исключая того факта что юрий и далее будет на наших обучающих конференциях и тренингах давать такие знания коллеги кто-то разобрался с системой дубликации пожалуйста поставьте плюсики если никто не разобрался поставьте минусы потому что для нас это очень важно сейчас мы создаем максимально быстрые эффективные инструменты для того чтобы Анатолий Эдуардович не был вынужден принять предложения от которых на сегодняшний день он отказывается к слову я могу вам сказать что было уже немало предложений для того чтобы инвестировать несколько сотен миллионов долларов 10-20 миллионов долларов но я в данном случае веду речь о нескольких сотнях миллионов долларов и здесь просто выбор либо изменение условий будет то есть уже совершенно другая пропорция была бы если бы Анатолий Эдуардович принял эти средства и наша с вами задача для того чтобы максимально обеспечивать просто страховку Анатолию Эдуардовичу который еще раз повторюсь невзирая ни на что как пуля летит и пробивает препятствия всех троллей всех недругов всех неприятелей конкурентов как вы помните у нас нет в транспорте второго уровня в инновационной транспортной технологии которые мы рождаем и это рождается целая отрасль но соответственно мы с вами те люди которые обеспечивают максимальную страховку для того чтобы этот канат не шатался и для того чтобы мы дошли до завершения 15 этапа и это на самом деле не за горами абсолютно дорогие друзья так вот я хотел бы вернуться немножко в прошлое переходя пожалуй к самой главной теме этого вебинара то есть я буду минимум останавливаться на том что вещала головная компания о своих новостях потому что сейчас важно понять фокус и смену ракурса итак я возвращаюсь 4 года назад когда я Алексей Суходоев по образованию инженер-механик предприниматель запускал свои собственные бизнесы участвовал в различных проектах и умею выстраивать систему получил знания о проекте Skyway так как мне хотелось первые месяцы максимально распространить информацию о проекте Skyway я фактически день и ночь звонил общался встречался передавал свою эмоцию восхищения о проекте Skyway нашим партнерам то есть это время работало на меня потом я посмотрел фильм в небо на колесе еще больше восхитился проектом Skyway и даже вот в недавнем времени закрепил запись определенную на своей страничке ВКонтакте почему я развиваю проект Skyway и для чего вообще я развиваю проект Skyway и там все абсолютно ясно то есть это общепланетное транспортное средство и дальше когда структура казалось бы была выстроена система работы была выстроена мне захотелось чего-то необычного и тут на самом деле та мысль которая посещает многих людей в самом начале когда они узнают о проекте Skyway и так самая главная расфокусировка четыре года назад я хочу развивать адресные проекты и в Челябинске я начал общаться двигать адресные проекты встречал тех людей которые не инвестируя больших каких-то сумм именно в своем понимании и не жертвуя большим количеством времени опять же в своем понимании но задумывались уже о тех процентах которые надо поделить в не существующем еще адресном проекте мы с Григорием Михайловичем и остальной командой прошли путь от рождения концепции потенциального адресного проекта и далее уже к общению с проектировщиками которые проектировали серьезные здания мы возомнили и наша мыслеформа была то что мы девелоперы и я это даже в перископе говорил действительно это сидело у меня в голове и это была расфокусировка те полгода или даже больше полугода в районе года мы пробивали эту тему до того момента как поняли что огромные обстоятельства должны сложиться для того чтобы адресный проект осуществился и эти полгода где-то четыре пять часов то время которое я мог уделять стратегии я посвящал развитию адресного проекта и это была моей самой большой ошибкой за то время на самом деле Анатолий Эдуардович все понимает с высоты птичьего полета и как по строительству транспортной системы сети адресных проектов в технологии Skyway в сети Transnet но и также экономическую часть финансовую часть и социальную часть он осознал что многие люди действительно максимально сейчас расфокусируется и начинает бегать по адресным проектам по чиновникам по министерствам поставьте плюсик вот положа руку на сердце пожалуйста те кто у кого мысль хотя бы такая прослеживалась и много плюсиков кто начинал уже ходить по чиновникам присылал презентации и у нас даже формировались те чаты где мы готовили концепции адресных проектов готовили материалы но отмечу что это было недостаточно как выясняется профессионально по сравнению с тем что делает сейчас головная компания и крайней каплей была Италия Ломбардия где наши некомпетентные партнеры представили струнный транспорт как некая разновидность железнодорожных путей в вакуумной трубе то есть по сути абсолютный бред но представили это как правдивую истинную информацию и тут был возможен урон репутации это было крайней каплей и с недавнего времени официально с распоряжения головной компании такого негласного естественно это не будет где-то в новостях потому что вы все видели ролик Skyway пирамида кстати я всем рекомендую показывать этот ролик и на русском и на английском языке потому что там за 17 минут продолжительности этого ролика дан ответ фактически на все сомнения на все вопросы которые возникают в головах людей и по причине того что мы с вами являемся некими такими пунктами продажи технологий даже не технологии а инвестиции в данную технологию и наш продукт это продукт конвертируемого займа либо если говорить по-английски но нашим продуктом не является создание и упаковка и тем более продажа адресных проектов мы в этом некомпетентны с вами поэтому я призываю максимально и пока что это мы просто призываем потом это будет жестко пресекаться и даже возможно наказываться но естественно наказание это уже крайняя стадия потому что все мы с вами абсолютно благоразумное сообщество и все поняли что после ломбардии и после многочисленных попыток общения с чиновниками после попыток нахождения каких-то инфраструктурных лидеров покажите мне действительно тот адресный проект который реализовался их нет и Антолий Эдуардович сейчас пресек это направление ну буквально неделю сейчас вот этой негласной новости которая была нам озвучена на встрече что сейчас нам как участникам сети адресных проектов будущих и как сети в первую очередь из инвесторов сети из людей запрещено заниматься адресными проектами я считаю это абсолютно позитивным моментом потому что я вам расскажу другой эксперимент на что нужно сфокусироваться и что я применил в Африке и самое главное что дало результат в росте порядка инвестиций в 2 2,5 то и 3 раза это концепция на идеологии на этом вебинаре мы не будем подробно останавливаться потому что всего вебинара не хватит для того чтобы раскрыть ту идеологию которая находится хотя бы в головах сейчас членах правления то есть я очень много считаю необходимого сгенерировал за поездку в Африке потому что такие поездки немножко отвлекают и абстрагируется наше мышление в первую очередь нужно понять что все мы с вами евангелисты и пропагандисты я не побоюсь этих слов технологии skyway кто за всю историю больше всех получал признание и за признанием идет и поощрение и заработок после основателей компании и после ведущих инженеров которые создавали технологию это евангелисты и наша с вами задача с помощью системы дубликации создать действительно вот целые отряды по городам по странам которые профессионально будут вещать с хорошей дикцией с хорошей подачи с правильной эмоциональной окраской с правильным даже тембром голоса и преподнося правильную стратегию донесения информации не об адресных проектов а об финансировании в головную компанию и когда затрагиваешь тот момент что сейчас крайние возможности когда есть еще желание у многих и в первую очередь есть у нас еще чуть меньше чем два этапа до завершения возможности входа в головную компанию то есть сейчас мы на тринадцатом с лишним этапе и пятнадцатый этап настанет такой возможности больше не будет никогда и нигде что касаемо технологии проекта skyway а возможность создания адресного проекта через пять лет у тех людей которые зарекомендуют на сегодняшний день себя как приверженные инвесторы она как раз таки будет и после завершения пятнадцатого этапа начнется бурный карьерный социальный рост тех людей которые сейчас занимаются делом они бегают по чиновникам и не пытаются родить создать адресные проекты это также касается направления других бизнесов которые сейчас сторонние фонды для нас это партнеры всегда будут партнеры но почему-то фокус также несколько смещается я говорю про детище от Андрея Федоровича Ковратова и здесь я могу отметить что всегда есть соблазн делать что-то свое всегда есть соблазн рождать свой продукт но это не идет в логике головной компании и поэтому также негласное заявление я не знаю будет оно официально объявлено или нет но все что касается концепции крипто юнита то есть это продукта Андрея Ховратова и свик не может как-то упоминать использовать технологию skyway в составе своих портфелей либо в каком-то пиаре каких-то телевизионных интервью то есть пусть используется стратегия приумножения некоего инвестиционного портфеля но без технологии skyway нельзя использовать бренд и нельзя использовать даже логотип и касаемо крипто юнита skyway инвест групп может называться только свик замечательная аббревиатура насколько я помню она переводится как проглатывать но сейчас вот skyway инвест групп нельзя называться так как было выдвинято самостоятельное направление крипто юнита то есть время мерило всему и время покажет насколько перспективное это направление мы будем следить наблюдать но в первую очередь мы ожидаем того что создает и делает все-таки головная компания а это мощнейшая блокчейн платформа которая также будет рождать и определенный социальный эксперимент я об этом не раз говорил еще раз повторюсь и сейчас появляются некие подробности то есть я не буду называть конкретную дату запуска уже конкретного сайта под будущую блокчейн платформу но Анатолий Эдуардович и Надежда Геннадьевна дали понять что происходит сейчас мощнейшая бурная проработка для того чтобы выдать готовый продукт и для того чтобы выйти с фанфарами один раз так как шанс у нас будет только один тем более в той ипостазии и в той экономике которая именуется блокчейн экономика и криптоэкономика с учетом того что за крайние дни уже крипто зима постепенно сменяется крипто весной то есть наступает некая оттепель и это опять же выгодно и абсолютно лежит в логике правильного времени запуска нашей будущей блокчейн платформы вы видели в личных кабинетах что сейчас друзья я абсолютно дипломатично отношусь к нашим партнерам и я стараюсь максимально доносить информацию объективную не критикуя но сохраняя всегда лицо наших партнеров лицо даже конкурентов если я про них говорю skyway инвестгрупп свик с недавнего времени мы абсолютно не считаем конкурентами это наши партнеры и все мы вместе привлекаем инвестиции в технологию skyway и на самом деле что я хотел бы донести в первую очередь это то что вот африканцы это поняли они выяснили для себя и когда речь заходит об экологии когда речь заходит о том что мы на самом деле объясняли и давали понять в самом начале развития нашего пути что это возможности раз в сто лет и на самом деле сейчас финансовые рынки также дают это понять потому что корпорация лифт многие меня спрашивают что это за лифт где он перемещается в каком небоскребе он ездит нет друзья это не тот лифт о котором вы подумали это лифт это та компания модель сетевого построения корпорации так называя экономические модели подобных компаний и мы будем наверное революционными такими преобразователями этой модели с помощью партнерских программ мы будем запускать достаточно глобальные процессы и лифт как конкурент убера на американском рынке по ожиданиям должны были выйти на серьезные прибыли для инвесторов в ходе размещения IPO но в начале я наблюдал за всем этим процессом был рост на 20% потом падение до 12% а сейчас компания лифт находится вообще в минусах о чем это говорит я как человек который прогнозирует некие вещи на основе технологии skyway и на основе того что я узнал за свою жизнь это говорит о том что сейчас испытывается кризис в транспортной индустрии и вообще что касается инфраструктурного бизнеса этому показатель выход на IPO компании лифт мы понаблюдаем как будет выходить компания Uber и это говорит о том что даже ожидания институциональных инвесторов не оправданы и они не голосуют свои инвестиции своей своей в неком плане репутации рублем долларом за вхождение в то направление которое используют технологии уже устаревшие то есть традиционные автомобили да делается некий упор на беспилотники но я африканцам и нашим коллегам на московской конференции говорил свое видение то есть беспилотник в современных мегаполисах типа Лагоса в современных мегаполисах типа Джакарты типа Бангкока это примерно то же самое что к лошади представить навигационную систему естественно это будет лошадь и естественно это будет те те же самые продукты жизнедеятельности на которых даже выдавали прогнозы лондонские эксперты что можно было просто утонуть Лондону в этих продуктах жизнедеятельности на самом деле мы на сегодняшний день также тонем в продуктах жизнедеятельности которые современные лошади железные наши кони испражняют и ни для кого не секрет что самое большое влияние наряду с тем что касается выхлопных газов СО2 и не следования курсу Парижского соглашения это не для темы вебинара но это продукты жизнедеятельности это газы исходящего из крупного рогатого скота и эту проблему также мы готовы решить уже в будущем и это собственно то что Анатолий Эдуардович продвигает в технологии гумуса есть даже такая страна и даже правитель этой страны который предварительно соглашается на то что на трассе длиной 100 километров 1 миллион 1 миллион тонн угля будет использоваться не для отапливания современных электростанций но для переработки и создания гумуса на минуточку бизнес то есть я вам представлял пример наших будущих линейных городов и искусственных островов то есть проискусственные острова это крупнейший высокоприбыльный бизнес который заинтересовал наших арабских коллег и многие недооценивают концепцию экономику гумуса и всех составляющих которые из этого вытекают потому что одна одна тонна гумуса на сегодняшний день стоит тысячу долларов и представим что стоит она всего лишь 100 долларов этот пример нам приводил Анатолий Эдуардович вот этот 1 миллион тонн в год угля который будет перерабатываться в гумус даст бизнес примерно в 100 миллионов тонн в 100 миллионов долларов в год и это всего лишь малая часть того что прицепом идет в логике в концепции создания инфраструктуры Skyway потому что Анатолий Эдуардович оптимизирует ту трассу тот проект ту систему которую заказывает та или иная компания либо правительство той или иной страны и максимально ее упрощает удешевляет и тем самым нам порой необходимо уже не какие-то большие высокопроизводительные с большим пассажиропотоком подвижные составы либо юниконты либо юнитраки к концу лета максимум будет продемонстрировано на территории шаржа трасса с опорой которые рассчитаны на нагрузку более чем 100 тонн и подвижные составы 200-300 человек смогут перемещаться ну и естественно те контейнеры те грузы которые сейчас необходимы в перемещении и которые естественно будут масштабировать наши потенциальные партнеры я предполагаю что это партнеры такие как DP но это не значит что прямо это наши партнеры это на мое предположение на основе того что они сказали по поводу Африки экспансии этого бизнеса сегодняшние транспортные решения с учетом того что я показал ранее просто не могут решить подобные задачи и подобные проблемы Unicom ты же естественно смогут решить эти задачи и решить их эффективно прибыльно и максимально оптимизированно дешево и в первую очередь экологично что касается видение Анатолия Эдуардовича то я могу вам сказать что после 15 этапа все только начнется я не могу сказать что мы сейчас находимся в каком-то начале пути нет мы прошли огромный путь уже и у нас родился свой стандарт системы дубликации которые я думаю все из вас будут следовать и каждый абсолютно может стать и топ экспертом и мастером как минимум за несколько недель это наши статусы которые просто являются вехами в пропагандировании и в евангелистике бизнеса и технологии Skyway и на самом деле та концепция которая была показана а это дорогого стоит что это даже было показано это дорогого стоит что Юницкий ставя на кон огромную долю своей репутации своего слова потому что всегда слово Юницкого исполняется и на самом деле это главная причина почему и в Шарже почему и в Дубае почему и в других арабских городах заинтересовались технологии Skyway потому что всегда то что декларировал Юницкий все строилось и все исполнялось и на сегодняшний день мы возможно чуть-чуть запаздываем по срокам и потому что сейчас должно быть реализован на территории будущего научного мирового инновационного центра на территории американского университета в Шарже и не виной тому но это обстоятельства с которыми мы миримся и с которым мы подстраиваемся потому что естественно были различные подрядчики и в Республике Беларусь в начале развития нашего пути и строительства технопарка и сейчас максимально быстро происходит попытка налаживания процессов коммуникации с нашими консультантами которые нанимают подрядчиков которые не всегда возможно вовремя смогут обеспечить выполнение работ но что касается наших белорусских сотрудников здесь происходит максимальная синергия и максимальное подстраивание под цели и задачи которые у нас стоят в Шарже и мы как члены правления и та команда которая участвовала в тренингах Юрия Галаты сможем увидеть своими глазами естественно будет масса репортажей масса видеосъемок что же уже будет реализовано в мае в Шарже и все это будет отснято все это будет распространено в виде многочисленных интервью и это конечно же то что мы ожидаем сами потому что есть причины тому что сейчас прекратились такие частые репортажи потому что Анатолий Эдуардович открыто и честно заявил что после того как Altair появился в интервью после того как другие наши партнеры другие коллеги естественно наследный принц Дубая Камдан Бин Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум появился в нашем интервью потом его уже отец то есть это вице-президент премьер-министр Арабских Эмир Дубая великий знаменитый шейх Арабских Эмир Мохаммед Мохаммед Ибн Рашид Аль Мактум и всем нашим партнерам начали сыпаться огромное количество каких-то странных писем на русском на английском на арабском даже языке и они в плане устойчивости и в плане дипломатической психологической устойчивости абсолютно все понимают и понимают в первую очередь потенциал технологии SkyWay для их страны это было неоднократно все выявлено и сказано в интервью и в статьях которые уже в большом количестве появились в арабских изданиях и нас с вами интересует естественно что произойдет после 15 этапа уже оценена интеллектуальная собственность будущей технологии Hyper-U будущих исполнений высокоскоростного транспорта потому что нам нужно каждый раз опережать технологический прогресс и те компании которые возможно будут развиваться в сфере транспорта второго уровня на модели и на шаг всегда нужно быть впереди это сродни рынку смартфонов когда Samsung Xiaomi Huawei борются конкурируют с друг другом и выигрывает тот кто представляет рынку максимально необходимую и максимально востребованную аудитории модель мы же будем представлять и уже представляем максимально востребованные модели для современного бизнеса для современных государств для того чтобы обеспечить их диверсификацию в экономике потому что все понимают и это третья стратегия которую я хотел бы донести в плане того что да убирается лакомый кусочек иллюзорного развития адресных проектов на сегодняшний день я повторюсь это запрещено официально головной компанией развивать инвесторам Skyway Capital Skyway Invest Group RSV Systems этим занимается только головная компания и в таком максимально закрытом режиме происходит то что подобрено головной компанией и утверждено на проработку неизвестно причем выстрелят эти проекты или нет это затраты времени определенных специалистов что касается сформированного ранее департамента адресных проектов Skyway Capital но это также и определенная доля страховки нашей компании и нашей стратегии потому что естественно все яйца в одну корзину складывать нет необходимости и стратегия диверсификации всегда ценилась и будет будет востребована в 2020 году на мой взгляд нас всех ожидает очень серьезные экономические потрясения и перед тем как все начнут пользоваться либо криптовалютой либо какими-то новыми обменными цифровыми средствами утвержденными всегда происходит перезагрузка системы мы это видели в 2008 году для тех кому кажется что золото максимально востребовано и создает какую-то супер безопасную гавань это не так потому что в 2012 году на 23% падала стоимость золота и золото как известно не приносит никаких дивидендов и его невозможно транспортировать в другие государства если у вас его уже достаточно много многие задумываются по поводу инвестиций в недвижимость естественно это также не спасет это только вам даст некий недвижимый актив на будущее да у вас этот актив останется но для того чтобы его окупить минимум потребуется семь лет если говорить про крипто активы сейчас да наступает крипто весна так называемая после такой ядерной крипто зимы когда на 70 на 80 процентов все активы упали биткоин упал и неизвестно что захотят совершить манипуляторы рынка а манипуляторы рынка они присутствуют те кто в том числе на огромную сумму буквально на днях приобрели биткоин из-за этого скакнул курс что будет в виде волатильности и что будет даже с теми фундаментальными технологиями блокчейн решениями покажет время и это будет решать манипуляторы этого рынка то же самое на финансовом рынке пример вам лифт и пример будет и будущих размещений в сфере транспортного сектора и транспортной отрасли потому что Skyway это на минуточку создание новой транспортной индустрии и новой транспортной отрасли мы преобразуем полностью экономику и логистику ускоряя метаболизм планеты за счет выноса техносферы всего вредного за пределы нашей планеты и Анатолий Эдуардович всегда говорит о том что на сегодняшний день техносфера вступила в конфликт с биосферой и единственным решением является не сокращение популяции допустим концепция золотого миллиарда а обеспечение той технологии и той инфраструктуры которая наоборот сможет прокормить намного большее количество населения земного шара и вот это вот эту идеологию то что Skyway является и экологическим спасательным кругом и международным экономическим ковчегом и будущей стратегии развития с потенциальным бешеным ростом активов и для тех кто не верит для тех кто захочет вернуть инвестиции после закрытия 15 этапа будет такая возможность по тем срокам которые установлены в инвестиционном меморандуме я рекомендую всем кто только только входит в проект Skyway максимально изучать этот документ ну или если не хватает у вас терпения времени хотя при каждой инвестиции необходимо изучить все документы и все бизнес-планы посмотрите хотя бы видео на чуть больше чем 17 минут Skyway пирамида ли то есть это абсолютно правильная стратегия была выбрана головной компанией так провокационно назвать потому что сразу огромное количество комментариев сразу наслоение наших троллей которые нам максимально пытаются испортить жизнь но я могу сказать что это на сегодняшний день касается русскоговорящего пространства и наша с вами задача идеологическая задача стать еще раз повторюсь евангелистами и продвиженцами нашей технологии несмотря ни на что и в своих городах мы должны проносить вот эти новости со скоростью света и преподносить все темные новости которые на нас ильются также в светлом обличии когда мы будем действовать так вы увидите как будут расти объемы инвестиций даже в отдельно взятых российских городах я не исключаю того момента что отдельно российские мегаполисы могут превзойти как когда-то сделала это Словакия и это то что являлось нашей главной мыслью главной целью проведения события в москве которое прошло и многие лидеры присутствовали на нем потому что в первую очередь хотелось узнать что будет после 15 этапа и как максимально быстро дублицировать наш бизнес и я могу сказать что дубликация также делается и головной компанией в тех масштабах и в тех ресурсах в которых на сегодняшний день можно сделать и это участие в такого рода мероприятиях как стратегия развития нашей технологии и в первую очередь это издание и публикация очень серьезных монографий анатолий эдуардович юницкого и все вы сможете увидеть в ближайшее время в наших магазинах на наших ресурсах новое издание монографии сильнейшего научного труда я считаю это струнные дороги на земле и в космосе и анатолий эдуардович всегда подписывал неспроста нашу книгу и в старом издании и в новом как автор струнных и небесных дорог ранее и сейчас небесных и космических технологий потому что времени на самом деле у планеты остается не так много на взгляд генерального конструктора на взгляд тех кто поддерживает на сегодняшний день проект skyway и это уже стратегия объединения это уже стратегия формирования некого клуба это уже накладывание в логике блокчейн платформы в том числе в виде социального эксперимента и это все то что нас также ожидает после 15 этапа вторым естественно пунктом возврата инвестиций потому что многие из вас об этом задумываются будут следующие фазы обратного выкупа и это происходит только при поступлении и поступлении дополнительного финансирования помимо того что мы привлекаем через сетевое построение нашей модели бизнеса я так назову то есть это ни в коем случае не млм это ни в коем случае не партнерская программа это именно сетевое построение корпораций которые будут дублировать и копировать многие другие компании которые сегодня не могут продемонстрировать такое развитие такой рост при выходе даже на IPO что продемонстрировали например та же компания лифт мы будем активно наблюдать что произойдет уже после выхода на IPO Uber и других компаний и что я вам не сказал еще и это максимально дорогого стоит это также мы обсудили на встрече генерального конструктора генерального директора зао струнные технологии это то что всегда идет максимальная диверсификация рисков и то что вы видите было стало уже продемонстрировано максимально выгодный ракурс был взят пресс-службой зао струнные технологии вы видите опору которая уже строится и в крайнем видео на 17 минут как раз таки самое ценное видео можно было увидеть то что будет продемонстрировано уже к экофесту точно будет готова эта трасса наряду с тем что в первую очередь развивается в шарже это то что всегда нас будет максимально обезопасивать и максимально уменьшать риски то что создается в арабском направлении и то что дублируется в первую очередь естественно для испытания в логике экотехнопарка на мариной горке поэтому в этом году будет экофест происходить на мариной горке экофест в первую очередь это как отчетность перед инвесторами и будет что посмотреть уже я могу сказать будет что посмотреть на этом экофесте и независимо от того как повернется судьба глобальная такая судьба развития проекта skyway мы ни шагу не отступим назад и я искренне верю что все люди десятки тысяч людей сотни тысяч людей которые просмотрят этот вебинар и прочитает его в записях уже на иностранные источники то есть наши тезисы переводятся на английский язык и будут переводиться и на другие языки пронесут эту идею и единственный риск который сейчас мы имеем это то что технология не реализована пока что в виде коммерческих проектов но с учетом того ажиотажа и того желания реализовывать коммерческие проекты несмотря на то что сейчас это было абсолютно пресечено мы всегда будем иметь максимальную максимальную стратегию дополнительной реализации адресных проектов при случае чего естественно нужно учитывать все риски и поэтому мы видим строительство и обкатку будущего тропического исполнения поэтому демонстрируется тропический юникар без корпуса это в первую очередь чтобы показать максимальную сложность машины и представьте если бы пошел бы дождь даже в этом случае наш юникар в тропическом исполнении продолжил бы свое движение и далее я могу сказать что никакие условия сверх повышенной влажности нашему юникару не страшны как и нашим инвесторам которые уже говорят и проносят ту новость и я хотел бы напомнить дорогие друзья что точно до 14 этапа на 14 этапе навсегда пропадет возможность инвестирования приобретения пакетов далее компании skyway technologies по дисконту 1 600 это навсегда уйдет возможность как когда-то ушла возможность подарочных долей 100 долей кто знает сколько будет стоить эти 100 долей через 10 лет мое предположение что достаточно приятно будет тому человеку который получил их просто так замечательная баунти программа которую когда-то запустила головная компания вот такой вот полуидеологический вебинар получился дорогие партнеры товарищи коллеги и сейчас да естественно рассрочки останутся сейчас я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы потому что в первую очередь хотелось бы чтобы вы максимально больше спрашивали и максимально больше желания было узнать о проекте skyway так друзья по долям и адресным проектам мы всегда говорили что те доли которые приобретаются в первую очередь по ним будут выплачиваться дивиденды от всех адресных проектов которые будут строиться по планете земля о токенах головная компания называла конкретную дату но я назвал бы лето ввиду сложности технологии это с большим пессимизмом с большим запасом взята эта дата на самом деле все появится гораздо раньше что в перспективе выгоднее токены либо акции я вам скажу такую вещь как распорядиться время что в перспективе будет сильнее традиционная финансовая система в виде американского рынка и в виде современного финансового сектора современных индексов либо все-таки криптоэкономика но что касается адресных проектов и оцифровывания всех направлений и технологии и проектов на будущей платформе это будет происходить и в токенах и в долях данного проекта если только заказчик проекта не пожелает участвовать и выводить на размещение на финансирование данный проект на запуск данный проект либо только в токенах либо только в акциях нет содружество с Илоном маском пока что не идет насколько я понимаю в токенах очередные выкупы готовятся рост токена нет никаких прогнозов и мы будем выстраивать какие-то предположения только когда увидим белую бумагу я могу сказать первоначальную стоимость будущей акции то есть при при том опыте который сейчас я нарабатываю при тех IPO за которыми я наблюдаю абсолютно достижимая цена в 1 доллар потому что даже компания Levi's в первый день они получили примерно 30% роста в первый день размещения вышли с намного большей стоимостью больше чем 10 долларов и это компания которая показывает далеко не много миллиардные обороты все будет зависеть от того как мы зарекомендуем себя первый-второй год перед размещением на IPO если это будут многомиллиардные обороты и при той переподписке которую мы с вами друзья обеспечим это будет просто бешеный спрос IPO и соответственно бешеный потенциальный рост нашего актива так коллеги если есть еще вопросы то готов на них ответить по адресным проектам прерогатива только головной компании никаких сейчас обращений по адресным проектам не должно быть нас как со стороны инвесторов фокус только на инвестиции в головную компанию дисконт один к шестистам закончится с окончанием тринадцатого этапа абсолютно верно по токенам по криптовалюте естественно будет обучение по дубликации будет размещено видео обязательно посмотрите что говорил несколько часов то есть фактический день фронтишек solar и конечно же будет подробная инструкция для тех кто не может разобраться где находится в личном кабинете бланк дубликации для тех кто не может благодарю вас друзья я надеюсь что ответил на все ваши вопросы переподписка это значит огромная популярность IPO я думаю что наше IPO как раз таки это ожидает то есть это спрос превышает предложение соответственно это рождает рост цены юнилит на самом деле уже испытывается в тех условиях которые сейчас созданы на территории экотехнопарка если бы свое время нам бы дали ту трассу которая планировалась то скорее всего и в арабские эмираты не пошли бы и все было бы уже давно продемонстрировано но всему испытание время и всему мерило время до скорых встреч до скорых вебинаров с вами